Всем привет! Добро пожаловать на канал магазина товаров для умного дома Киберхаус. В нашем магазине вас всегда будут ждать новинки рынка технологий и устройств для умного дома. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе. И сегодня у нас на обзоре новинка. Это фотопринтер компании Xiaomi Mijia Photoprinter. Данный фотопринтер имеет технологию сублимационной печати и печатает цветные фотографии. Давайте посмотрим, как он выглядит и что входит в комплект. Так, первым делом давайте распакуем. Принтер поставляется в такой небольшой коробочке. На самом деле принтер сам тоже очень маленький. В дополнение к принтеру мы вам покажем еще набор фото карточек с картриджем. Это, собственно, расходный материал для этого принтера. Так, как я уже сказал, коробка небольшая. Давайте ее откроем. В комплекте нас ждет, как обычно, инструкция на китайском языке. В принципе, здесь по картинкам понятно, как начать им пользоваться и как, собственно, установить бумагу и картридж в платок. Так, давайте посмотрим дальше. Значит, принтер питается от блока питания. Вот он здесь в коробочке находится. Это стандартный блок питания Xiaomi. Такой же мы могли видеть у саундбара, к примеру. Небольшой беленький блок питания. Собственно, с одной стороны вот штекер обычный DC, с другой стороны китайская вилка. То есть, через обычный переходник можно его спокойно включать в нашу розетку, потому что, как и все китайские блоки питания, естественно, поддерживает 200 вольт напряжения. Так, теперь давайте достанем сам принтер. Сам принтер очень хорошо упакован. С каждого края, вот видите, как бы вот такая есть вот такой вспененный материал, который, в общем, не позволяет принтеру разбиться либо поцарапаться. Так, принтер состоит из двух частей. Значит, первая часть – это вот нижний лоток. Вот он лоток. В этот лоток, собственно, вставляется бумага. Вот так вот его можно открыть. Вот сюда вставляется бумага для принтера. Так, теперь давайте посмотрим на сам принтер. Принтер очень маленький. Очень компактно, его можно переносить с собой спокойно. То есть, он вместится, в принципе, в любую сумку. Вот, значит, сделан он из белого пластика, приятного такого. Вот, спереди мы видим логотип Миджа. Три лампочки. Это лампочка питания, лампочка Wi-Fi и лампочка сервис. Так, сзади вот, собственно, мы видим прорези для питания принтера. Ну, как бы не питания, а охлаждения принтера. И щель, через которую выезжает, собственно, наш отпечаток. И вот справа, снизу – это штекер для розетки. Так, вот с правой стороны, собственно, если открыть, здесь вот находится лоток для картриджа. Сейчас мы вам подробнее расскажем и покажем, как эта система вся обслуживается. Вот, а спереди, в общем, открывается лоток, куда загружается бумага. Здесь вот ролик подачи бумаги находится. Давайте теперь посмотрим комплект. Значит, вот это расходники. Это комплект расходных материалов для принтеров. Он в себя включает 40 отпечатков, то есть 40 листов бумаги и картридж, который как раз способен напечатать 40 фотоотпечатков. То есть, очень удобно вам, как бы не нужно заморачиваться, покупать разные там фотокартриджи, да, там красные, синие, зелёные отдельно. Отдельно покупать бумагу. Вы просто покупаете вот этот набор, и вы уверены, что этот набор вам напечатает 40 прекрасных фотографий. Вот упаковка у нас немножко мятая, но ничего страшного. Объясню, почему ничего страшного. Потому что внутри очень всё грамотно сделано таким образом, то, что картон, как вы видите, закрывает со всех сторон и бумагу, и картридж. И у нас, как бы, ничего абсолютно не помялось, ни одного уголочка. Смотрите, значит, внутри мы видим сам картридж. Он выглядит вот таким образом. Вот он. Давайте его достанем. Такие вот два барабанных тонера и вот какая-то штучка по центру. Давайте сейчас его поставим в принтер. То есть, загружается он очень легко. Как вы видите, вот тут вот есть такой пазик, который защелкивается. То есть, мы просто вставляем вот сюда картридж, вот так вот защелкиваем его и закрываем. Всё. Картридж благополучно установлен. Значит, бумага у нас идёт, значит, два комплекта по 20 штук. Вот, давайте попробуем сейчас вот взять одну половинку и вынем из неё листок, листочек. И его будем заряжать как тестовый лист. Давайте посмотрим внимательно на лист бумаги. Значит, лист бумаги двухсторонний. С одной стороны, это вот обратная сторона, он абсолютно матовый. Собственно, лицевая сторона лист глянцевый. То есть, это настоящая глянцевая фотобумага. Причём, как вы видите, вот здесь вот по краям присутствует перфорация. Вот она перфорация. Эта перфорация нужна для того, чтобы отрезать, как бы, грани снимка. То есть, снимок печатается край в край, да, вот от самого верха до самого низа. И по краям мы можем отрезать лишние края, чтобы наш снимок был безрамочным. Давайте теперь посмотрим, как зарядить в лоток, значит, бумагоприёмник бумагу. Для этого нам нужно вот с двух сторон вот так вот открыть его. Лицевой стороной загрузить лист бумаги. Вот он, лицевой лист. Лицевая сторона листа. И защёлкнуть. А теперь тоже вот интересный момент. Как видите, лоток сверху, он пластиковый. А как бы для чего он так сделан? Он нужен для компактной переноски. Потому что, как вы видите, вот принтер можно закрыть. Можно положить сверху лоток. Причём, вы его не просто кладёте, так как это компактное решение. Здесь всё продумано. Этот лоток, он примагничивается к принтеру. Видите? Примагничивается. И в таком виде вы можете его переносить, брать с собой куда угодно. Вот. Теперь смотрите, очень интересный момент, как поставить данный лоток на принтер. Для этого нужно потянуть вот за вот этот край. Вот так вот. И как бы выдвинуть, видите, вот эту вот, как бы, вот эту часть, которая закрывает, в общем, часть нашего лотка, её оттопырить вот так вот вниз и вот так вот поставить и всунуть вовнутрь в принтер. Вот так вот. Достаточно непросто, да? Вот. Собственно, принтер мы распаковали, установили. Сейчас мы его подключим и, естественно, попробуем настроить, а после этого напечатаем тестовый снимок. Мы подключили принтер к сети, и сейчас мы попробуем его запустить. Для этого нужно нажать кнопку включения принтера. Вот она находится сверху. Вот. Один раз нажимаем кнопку и смотрим вот сюда вот на лампочке. Видим то, что лампочка питания, она же лампочное включение, начала гореть вот белым огоньком. Значит, принтер заработал. Сейчас нужно дождаться его загрузки. Вот, смотрите, сейчас происходит загрузка принтера. Вот, собственно, принтер настроился, загрузился, и теперь нам нужно его подключить. Для этого мы берем смартфон. Вот у нас, как бы наш смартфон, это iPhone 5S. Открываем приложение Mi Home, и нам нужно подключить устройство к приложению Mi Home. Для этого нажимаем вот «Добавить устройство». Собственно, мы можем выбрать устройство из списка, но мы лучше вот выберем пункт «Добавить устройство посредством Bluetooth». Потому что, как вы видите, здесь такой красный огонечек, значит, наше приложение нашло новое устройство. Нажимаем, и мы видим, что приложение само нашло принтер. Нажимаем на принтер. Вот, идёт загрузка. Вот, и нам сообщается, что вы можете сбросить устройство. Чтобы сбросить устройство, нужно нажать на кнопку питания и держать её 6 секунд. Но нам не нужно сейчас сбрашивать устройство. Мы просто подтверждаем операцию, что мы всё поняли, и подключаем устройство. Нажимаем «Далее». Собственно, вводим нашу сеть, вводим пароль, нажимаем «Далее». Идёт соединение подключения принтера к интернету. Так как принтер – это автономное устройство, он работает без хаба, ему нужно быть подключённым к сети Wi-Fi. Собственно, вот сейчас он подключается к сети Wi-Fi. Давайте дождёмся загрузки. Вот, нужно выбрать комнату для установки. Вот, нажимаем «Living Room». Собственно, здесь мы можем поменять имя устройства. Ну, оставим имя по умолчанию, нажимаем «Далее». Вот, и нажимаем кнопочку «Начало работы». После этого загружается встроенное приложение, которое как раз и позволяет печатать на нём фотографии. Тут вы можете, собственно, напечатать фотографию, вы можете её отредактировать, подогнать особым для вас образом. Вот, соответственно, ещё вы можете купить, либо заказать чернила, собственно, с помощью вот этой кнопки. Но так как у нас всё есть, мы нажимаем кнопочку «Напечатать фотографии». Вот, загружается наш альбом на телефоне. Мы выбираем ту фотографию, которую хотим напечатать. В данном случае это «Пейзаж». Оттверждаем выбор. Вот, и видите, наша фотография располагается горизонтально, так как принтер сам выбрал то, что это горизонтальная фотография. Соответственно, вот она у нас горизонтально как раз сложится в наш отпечаток. Здесь мы можем выбрать количество копий и можем нажать кнопочку «Автоматической ретуши», для того, чтобы фотография ещё лучше выглядела. Но так как наша фотография уже хорошо выглядит, мы просто попробуем её напечатать. Нажимаем кнопочку «Напечатать» сверху. Вот, дальше, как вы видите, происходит процесс печати. И сейчас положим телефон, чтобы вы наблюдали, как принтер будет печатать. Первым делом он передаёт фотографию по Wi-Fi на наш принтер. И так как у принтера особый способ печати, с помощью сублимации он будет печатать слоями. То есть, сейчас вот наша вот эта вот бумажка, она будет проезжать через принтер, выезжать из задней вот этой вот щели. То есть, как бы этот принтер не может стоять у стены, потому что ему как бы нужно вот место сзади для того, чтобы выехала бумажка назад, вперёд, назад, вперёд. И так с помощью нескольких прогонов наша фотография покроется слоями. То есть, да, вот смотрите, вот мы в приложении можем видеть, что первый слой вот будет жёлтый, потом будет красный, потом будет синий. И после этого мы увидим фотографию. Сейчас фотография передаётся на принтер. Как вы видите, принтер получил фотографию. И вот он принимает бумагу. Вот он принял бумажку. Видите? И вот уже молниеносно происходит печать первого слоя. Очень быстро. Первый слой жёлтый. Видите? Он выезжает вперёд-назад, вперёд-назад. Теперь идёт второй слой. Вот посмотрите на приложение. На приложение. На приложении происходят все те же процессы, какие происходят в принтере. Да, вот сейчас вот напечатался красный слой. Смотрите, видите, вот в приложении сейчас печатается синий слой. Очень классно. Очень быстро. И просто невероятно красиво. На удивление, фотографии, напечатанные на данном принтере, они действительно являются фотографиями. Очень качественная печать. Если даже сравнить просто с обычным стройным принтером, как вы можете увидеть, фотография получилась великолепная. То есть и цвета яркие, выразительные, чёткие. Потрясающая чёткость. 300 на 300 dpi чёткость. Давайте сравним с оригиналом. Вот, смотрите, вот это оригинал, да, с телефона. К сожалению, не могу сейчас повернуть. Ну, вот мы можем приблизить и рассмотреть детали. Вот то, что у нас в телефоне, да, и вот то, что у нас напечаталось. Напечаталось практически один в один. Вот такое вот невероятное качество печати. И вам остаётся просто немножко подождать, пока чернила высохнут, оторвать вот эти вот отступы с левой стороны и с правой стороны. И вот ваша фотография будет полностью готова. А теперь тоже будет очень полезная информация. Я возьму линейку и попробую измерить размер нашей фотографии. То есть финальная фотография будет по горизонтали 15 см, по вертикали 10 см. То есть фотография 150 на 100 см. На самом деле хорошая большая фотография. А главное, она очень качественная. И на самом деле недорогая, потому что в одной пачке 40 листов. Этого вам хватит. И себестоимость каждой фотографии будет весьма и весьма низкой. Спасибо вам, что смотрели данный обзор. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Покупайте умные бытовые приборы в магазине Киберхаус. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok